Сахар, гречка, тушенка, консервы, обученное молоко. Вместе с Тутаевским районом такие наборы начали выдавать семьям, чьи дети, школьники или студенты имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях по всей области. В условиях дистанционного обучения завтракать и обедать ребятам приходится дома, что безусловно отражается на бюджете семьи. Пайок очень важен в данной ситуации, потому что работы нет у некоторых, зарплаты у некоторых тоже нет. То есть такая помощь очень необходима семье. Народу мало, дистанция написана, чтобы соблюдать полтора метра, то есть все отлично. Содержимое наборов может немного отличаться. Каждый район области самостоятельно устанавливал комплектацию пайка, но с ориентацией на базовый рекомендуемый список. Наборы формируют и выдают образовательные учреждения. Чтобы избежать большого скопления людей, для каждого класса свой график. Сейчас они будут подходить, расписываться за получение этих пайков. Оповещение было по соцсетям. Мы создали группу родителей, группу детей. И, конечно, держим связь на телефоне. Распишитесь и получите. Выдача длится не больше пары минут. Однако за этим стоит огромная работа сотрудников школы и организации социального питания. Сегодня в этой школе Тутаева сухпайок получили 130 человек. За все дни таких 400. В течение двух дней работники столовой собирают эти наборы. И мы начинаем выдачу по специальному графику нашим родителям, которые входят в категорию либо дети-инвалиды, либо малообеспеченные. Вот наши поправки в Конституцию говорят о том, что в любое экономическое сложное время наши граждане не останутся без помощи государства. В первую очередь это дети. И поправка говорит о том, что дети – это главное достояние нашей России. И пенсионеры. К слову, с сентября бесплатным горячим питанием будут обеспечиваться все школьники с первого по четвертой классы. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Региональный парламент уже перераспределяет бюджет согласно новой инициативе. Стоимость же этих продовольственных наборов определили, исходя из затрат на школьные обеды. Сумма набора продуктов рассчитывалась следующим образом. Стоимость бесплатного питания 50 рублей в день. Соответственно, в зависимости от того, учебная неделя в данном школе, в данном классе, пятидневная или шестидневная, соответственно, отсюда шел расчет. Выдается сейчас набор продуктов сразу же на две недели. В самые отдаленные места Сухпайок доставит школьный автобус. Всего в регионе продуктовые наборы получат более 39,5 тысяч детей. Ксения Старцева, Георгий Иванов. День в событиях. Продолжение следует...